Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь и это обзор 1-4 финала Лиги Европы. Поехали! Итак, я записываю этот видеоролик сразу же в этот день, как стала известна жеребьевка, пар, 4 финала Лиги Европы и первая же у нас пара это Интер-Байер. Играют они на нейтральном стадионе в Германии, именно все матчи, как я понимаю, в Лиге Европы будут проводиться именно в Германии, поэтому у нас стадион Баруси будут принимать все 4 пары. И вот так вот Интер сразу же в концовочке, за 5 минут до конца, над расслабленным Байером уже решили вот так вот сыграть, поиздеваться и Марселло Бродович, замечательный навес на Ромео Лукако, но это должны были игроки Байера понимать, что если есть такой высокорослый футболист в нападении, то это все. Один навес и может быть гол, вот так вот это все и получилось. Интер именно благодаря этому голу забивает и скорее всего пройдет в полуфинал, потому что у нас теперь матчи по одному в каждой паре, не по два, как дома и на выезде, теперь на нейтральных стадионах, но также и в Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионов только не на немецких стадионах, а в Португалии, если я не ошибаюсь, будут сыграны все матчи. Матчи, ну и все, счет 1-0, Интер проходит именно в нашей симуляции в полуфинал Лиги Европы, но мы продолжаем следующая пара, это Манчестер Юнайтед Копенгаген, тоже интересная. Манчестер Юнайтед замечательно прошел в реальной жизни стадию 1-8, пройдя Ласк, но посмотрим как отыграют. Ну вот здесь вот просто замечательная вот эта комбинация, пас практически на пустые ворота, 76-ая минута и Антони Марсиаль забивает, выводит вперед Манчестер Юнайтед. Здесь-то теперь у нас будет так действовать, не знаю, ну скорее всего и в реальных матчах тоже, в которых будет один матч для противостояния, такой был вот Интер-Хитафи, там тоже был один матч, вот, но там Интер вроде то ли 2-0, то ли 2-1 победил Хитафи, вроде 2-0. Вот, так что если нулевая ничья в основное время будет дополнительная, но потом уже серия пенальти, то есть как финалы практически здесь отыгрываются в один матч, вот. Но это и правильно, потому что не стоит все-таки рисковать здоровьем футболистов и намного быстрее пройдет вот эта вот стадия, стадии Лиги Европы и стадии Лиги Чемпионов. Ну все, Манчестер Юнайтед благодаря главу Антони Марсель проходят у нас в полуфинал, не знаю, как в реальной жизни сыграют. И вот она третья пара, Булверхэмптон принимает Севилью. Именно Булверхэмптон по жеребьевке был избран как хозяевом поля, вот, но и играет, например, на нейтральном стадионе. В основное время ничья 0-0 и вот на 97-й уже, ну там, минуте, в дополнительное время забивают игроки Севильи. Естественно, для Севильи это тоже очень важно, потому что они выбили Рому в реальной жизни, в одной восьмой Лиги Чемпионов. Так что, вот такие вот дела у нас интересные обстоят. Ну и Лук, или Люка Де Йонг, как-то так зовут его, ну Де Йонг, можно так сказать, главное не перепутать с полузащитником Барселоны Фрэнки Де Йонга. И все, забивает, радуется бывший тренер сборной Испании. И Лук, да, либо Люк Де Йонг забивает на 97-й минуте. И это был единственный гол в этом противостоянии, так что в нашей Лиге Европы выходит именно Севилья дальше. Ну а Волверхэмптон отправляется, готовится к началу нового сезона в английской премьер-лиге. И вот этот матч, самый последний в реальной жизни будет сыгран. Шахтер против Базеля. Шахтер единственная команда из СНГ, которая прошла в четвертьфинал, ну, Лиги Европы, можно сказать, да и вообще в целом оставшаяся в Еврокубках. Потому что в Лиге Чемпионов нету, нету в Лиге Европы, вот только один Шахтер. Так что будем болеть за него. Шахтер сенсационно, ну, можно сказать, не сенсационно, но прошел в 1-8 Вольфбург тоже мастеровитую немецкую команду. И теперь попалась им, ну, мне кажется, должна все-таки в этой паре сразу выявиться команда-победитель. Потому что, ну, мне кажется, что Шахтер должен пройти базой. Надеемся на это. Ну, и Шахтер в нашей Лиге Европы, в нашей симуляции забивает первыми, выходит вперед. Поздравляем их с открытым счетом уже на 25-й минуте. Джуниор Мараес, либо Хуниор, кому как угодно, забивает, выводит вперед Шахтер. Ну, и мы поздравляем команду. Но это еще не все на самом деле. Вот так вот Мараес отдает на Исмаиле, и тот забивает. Левый защитник на 53-й минуте забивает за Шахтер и бежит, естественно, радоваться камерам. Потому что, ну, это здесь у нас есть, конечно, болельщики. На самом деле, вроде как, болельщиков ни на Лиге Чемпионов, ни на Лиге Европы ожидать не стоит. Вот, только журналисты и то те, которые прошли всякие там, наверное, тестирования по COVID-19 будут присутствовать на этом матче. Вот, в качестве, ну, тоже таких определенных зрителей. Ну, а мы будем с вами лицезреть все матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов только, наверное, у экранов телевизоров. И вот Исмаиле, 53-я минута, и это счет 2-0, и Шахтер замечательно проходит в полуфинал именно нашей Лиги Европы. И все, друзья, все матчи мы просмотрели быстро, конечно, но из-за того, что в одноматчевое противостояние теперь играют команды, вот так вот быстро у нас все заканчивается. Вот она, команда четвертьфинала Лиги Европы. Напишите в комментариях, как вы считаете, кто из этих игроков достоин звания лучшего игрока этого противостояния, этой стадии плей-оффа. Ну, а по оценкам у нас лучшим игроковым стал Марцелло Брозович, который отдал эту замечательную голевую передачу на Ромелу Лукаку. Ну, и оценка у него 9.1. Ну, что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и наши субботние стримы. Совсем скоро будут у нас сыграны полуфиналы Лиги Европы. Четвертьфиналы Лиги Чемпионов будут быстрее, 16-го числа должен выйти этот ролик. Так что с вами был Андрей, канал Футбол.Тожи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok